Большой зал Петербургского музея современного искусства Эр-Арта на время превратился в кинотеатр. Здесь прошла презентация международного фестиваля «Каннские львы-2010». Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Сергей Пилатов организует презентацию всемирно-инвестного фестиваля в Петербурге с 1999 года и считает, что такая фестивальная реклама отчасти является искусством. Реклама – это бизнес, реклама – это наука, реклама – это искусство. И она тем и примечательна для тех людей, которые могут сюда идти, потому что это некое сочетание, казалось бы, несовместимых вещей. Международный фестиваль «Каннские львы» – одно из самых главных событий в мире рекламы. Ежегодно создатели рекламной продукции из разных стран собираются вместе в камнах. Лучшие производители получают желанный приз – два из бронзы, серебра и золота. Длинная история началась с середины прошлого века, когда европейские рекламисты, вдохновившись Каннским кинофестивалем, решили, что и авторы рекламных фильмов достойны большого экрана. В июне этого года 57-й международный фестиваль «Каннские львы» собрал более 24 тысяч работ. Посмотреть на лучшие из них и заметить разницу между телевизионной рекламой и фестивальными фильмами можно в специально организованных показах. Россия этим летом, впрочем, как и в последние годы, не боролась за «Каннского льва». Участвовать просто некому и ни с чем. Если мы смотрим телевизор, мы видим, что происходит. Практически нам нечего выставлять ни на «Каннских львах». Сегодня же все конкурсы в России умерли рекламные, потому что нечего, просто нечего. Никто ни с кем не может бороться, потому что просто ничего хорошего нет. Среди победителей этого года реклама разного направления. Вот, например, рекламный ролик экономического журнала. Клоуну, который накладывает гриль и перевоплощается, планировали все. Специально реклама, представленная на «Каннских львах», рассчитана на понимание, а не на страх со стороны зрителя. Вот российский рекламный ролик о безопасности за рулем. А это работа «Взявшая бронзового льва» на ту же тему, с другим подходом. В рамках презентации прошло любопытное мероприятие. Награждение победителей второго конкурса «Антиреклама», организованного Общественным советом по рекламе Санкт-Петербурга и газетой «Микро». Одна из наших миссий – это, так сказать, повышение креативности печатной рекламы. В том числе, естественно, как пропаганда лучших образцов, так и критика худших. Худшим образцом конкурса «Антиреклама» стал этот плакат. Приз – освежитель рекламного воздуха. Почти каннский лев. Один из победителей конкурса – Денис Иностранцев, приславший фотографию этого флайра, в рекламе разбирается. Очень много неграмотных людей занимаются своим делом, в том числе рекламой. И все рекламы, которые связаны каким-то образом с шутками на тему секса или еще что-то, вызывают все равно смех. То есть, с другой стороны, получается, эта реклама привлекает внимание, а рекламодателю это и надо. Ролики, получившие каннских львов в этом году, представлены известными компаниями. Эти работы тоже, несомненно, привлекают внимание. Вот только может быть каких-то других людей. Виктория Нигматулина, Павел Матьянов. Специально для сайта «Союзи журналистов Санкт-Петербурга». Специально для сайта «Союзи журналисты»